Азербайджанская армия Азербайджанская армия Здравствуйте, уважаемые эксперты! Здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо огромное, что в столь важный для нашей страны день вы сегодня с нами. Давайте немножко вспомним и в целом проанализируем ситуацию. Прошел год с момента, когда доблестная азербайджанская армия освободила город Шуша и практически предрекла окончание Карабахского конфликта, окончание 44-дневной войны. Мне хочется начать нашу дискуссию. Первый вопрос у меня будет вам. В частности, сегодня господин президент Альхамалиев, выступая, отметил, что о необходимости, важности освобождения Карабаха он заявил еще в 2003 году, когда стал президентом, и он дал обещание, что любыми путями Азербайджан вернет территории, которые доселе были оккупированы в соседней Армении. Соответственно, он сдержал слово. Господин Альхам, давайте поговорим об этом, о том, как все-таки Азербайджан и верховный главнокомандующий выполнил обещание данной народу в 2003 году. Спасибо большое. Прежде всего, я хотела бы поздравить всех с этим историческим днем. И просто очень эмоционально это все, Анастасия. Вы знаете, я сейчас ехала к вам в студию, и вокруг дети, вокруг пожилые люди, вокруг все с флагами, у всех счастье, у всех такая гордость. Грусть, с одной стороны, за чахидов, с другой стороны, безумная гордость, естественно, за страну. И действительно, господин президент, как уже отмечалось, он выполнил вот это вот обещание. И вы знаете, вот это все показатель того, что никогда наш народ не мог бы смириться с фактом оккупации. Это все было очень несправедливо. И действительно, мы этой победой показали, насколько великий народ у нас. Потому что армянская сторона, я думаю, они даже не понимали, насколько это важно для Азербайджана, насколько это важно для каждого азербайджанца. Когда мы говорили Шуша, Агдам, Лачен, это наши земли. Это наши земли, они всегда были и всегда будут ими. Но армянская сторона недооценила нас. И действительно, вот в прошлом году, в этот тяжелый год, когда была пандемия, когда был кризис, когда каждая страна как-то изолировалась, пыталась решить свои какие-то проблемы, мы смогли освободить наши земли от оккупации. 30 лет понадобилось. Господин президент неоднократно говорил, на всех платформах, наши дипломаты, наши журналисты, наша диаспора, все как могли, естественно, поднимали этот вопрос. Господин президент сам вел переговоры с минской группой, ну, это все, естественно, открыто, все знают. Это ни к чему не привело. В итоге, все равно в рамках международного права, когда начались вот эти бои, мы смогли освободить нашу землю, наши земли, я извиняюсь, и это сделала наша армия, это сделал наш президент, это сделал наш народ. Мы шли до конца, мы верили в победу, мы верили, мы знали, что так будет, и ничто не могло бы нас остановить. Ничто не могло бы нас остановить, это историческое событие, исторические дни, и мы каждый день должны понимать, что это не далось нам легко, у нас 3000 шахидов. Это все, естественно, но это то, что сделало нас сильнее, это то, что принесло нам победу, и сейчас мы не просто народ, мы народ, и мы страна, которая победила. Это великолепно, настолько я эмоционально сейчас, поэтому я поздравляю всех. Спасибо огромное, мы вас также поздравляем с этим днем, наших уважаемых телезрителей. Господин Кривошеев, я хочу и ваше мнение заслушать, потому что вы неоднократно комментировали тоже тему, тему на тот период, когда Карабахский конфликт еще не был урегулирован, уже постконфликтное развитие, год спустя. Но в Азербайджане этот день воспринимается, как будто это было вчера. Эмоции зашкаливают, люди выходят с флагами на улицу, поздравляют друг друга, радуются тому, что наконец-то справедливость восторжествовала. Как вот для вас ассоциируется эта победа Азербайджана? Я действительно хотел бы поздравить азербайджанский народ, многонациональный азербайджанский народ с этой победой. Это важно не только, кстати, для государства Азербайджана, это важно для всего Южного Кавказа и Кавказа в целом. Потому что вы правильно сказали, что 30-летний неразрешенный пограничный конфликт – это всегда смерти, это всегда ухудшение экономического и социального положения десятков тысяч и сотен тысяч граждан. Это всегда проблемы с безопасностью, это всегда проблемы с миграцией, это всегда точка нарыва, точка конфликта между государствами. Да, военный способ решения конфликта в мировой практике всегда так считалось, и белорусская дипломатия именно так это оценивает, является последним аргументом, если хотите. Но если дипломатия на протяжении трех десятилетий не срабатывает, если напротив к усугублению этого конфликта фактически, а не к его решению, присоединяется все больше и больше мировых центров силы и пытается в этой мутной воде пограничного конфликта претензий искать свои интересы, это приводит только к усугублению конфликта. И мы видим это по позиции Соединенных Штатов Америки, по позиции Франции той же, по позиции Российской Федерации. Поэтому очень много конфликтов было развязано таким драматическим способом. Я здесь выражаю соболезнования всем погибшим азербайджанским войнам и армянским войнам в том числе. Но, к сожалению, в современной политике так и происходит. За просчеты дипломатов, за просчеты политиков, которые нагнетали все это время конфликт между двумя народами, расплачиваются человеческими жизнями наших военнослужащих. Кстати, сегодня состоялся телефонный разговор между президентами Республики Беларусь и Республики Азербайджан. Александр Григорьевич Лукашенко тепло поздравил своего коллегу Ильхама Алиева и поздравил его с этим знаменательным для азербайджанского народа и государства событием. Кроме того, два президента сверили часы, проинспектировали то, что сделано за этот год. А я напомню, что в ходе личных встреч и телефонных переговоров было достигнуто соглашение, что Беларусь будет самым активным образом содействовать Азербайджану в восстановлении территории. Поскольку мы видим кадры с этой карабахской земли, там же выжженное поле, там до сих пор минные поля. Но за этот год Азербайджан сделал колоссальную работу. Аэропорт открыт. Это просто немыслимо, чтобы за такие короткие сроки была так налажена инфраструктура и созданы новые проекты, которые поддерживают людей. Логистика в этой узловой части Кавказа, она важна для всей Евразии, а не просто для Азербайджана. Она важна для благополучия огромного количества людей, целых народов и государств. И еще, вот то, что сегодня... Почему еще так внимательно белорусы наблюдают за разрешением конфликта на азербайджанской земле? Буквально сегодня у нас около тысячи мигрантов, это иракские курды, пытаются проникнуть на территорию Франции и Германии через территорию Беларуси и Польши. Вот это пример того, каким болезненным нарывом для целого континента, не только для государства Ирак, откуда бегут эти несчастные курды, но и для Беларуси, для Польши, а потом и для Франции, и для Германии, если они туда дойдут, становится нерешенный конфликт, интервенция, война с десятками и сотнями тысяч убитых и с миллионами беженцев. Вопросы мигрантов, вопросы беженцев, это очень актуальные моменты. Для Азербайджана очень чувствительный вопрос, вопрос о вынужденных переселенцах. К сожалению, у нас было практически более одного миллиона людей. Это только те, которые были насильно изгнаны со своих земель, с 20% территории Азербайджана, которые были на тот момент оккупированы в соседней Армении. Мы еще не говорим о сотнях тысячах тех, кто был изгнан из самой Армении в период этнической чистки, которую она проводила на своей территории, начиная с конца 80-х годов. И в вопросах международных проблем с беженцами Азербайджан также активно участвует в разрешении этих проблем, когда дело касается Афганистана, Ирака, Сирии. Азербайджан никогда не позволяет через свою территорию каким-то образом, чтобы пропускались беженцы или каким-то образом дестабилизировалась ситуация. Поэтому вклад Азербайджана в целом в вопрос обеспечения мира и стабильности в регионе отмечается не только странами региона, но и мировыми державами. Вы правильно отметили, что урегулирование Карабахского конфликта позволило не только стабилизировать ситуацию между Азербайджаном и Арменией, навсегда уведя в прошлое понятие Карабахский конфликт, но и позволило странам думать о более перспективном развитии мира и стабильности на всем Южном Кавказе и в целом регионе. Господин Ежмаков, вот говорить о том, насколько важны были события прошлого года, годичной давности, не только для Азербайджана, но и в целом для региона. Ну и, разумеется, ваше мнение о сегодняшнем дне, о Дне Победы. Если мы посмотрим реальность последнего года, политическую реальность, не только для Азербайджана, Армении, но и для внерегиональных игроков, мы видим, что внимание этих внерегиональных держав к региону, которые до этого были вовлечены в политические процессы на Южном Кавказе, выросло за это время. Можно сказать о том, что взаимодействие между Азербайджаном и Турцией, которое традиционно было достаточно активным, очень активным, это не нуждается в пояснениях, также активизировалось. Те же самые визиты Джепа Эрдогана в Азербайджан здесь весьма показательны. А что касается России, мы видим, что, во-первых, более такое, скажем так, комплексное внимание к региону мы наблюдаем со стороны Москвы за последний год. Показательная вещь – это упоминание Владимиром Путиным, во-первых, ситуации на Южном Кавказе, во-вторых, перспектив дальнейших переговоров, в том числе по разблогированию коммуникаций, не только в рамках мероприятий, которые проходят с участием лидеров государств региона, но и на каких-то более глобальных международных мероприятиях. Вспомним недавний тот же самый дискуссионный клуб «Валдай». Ну и, конечно же, в рамках переговоров с представителями Турции тоже можно посмотреть все официальные материалы, насколько часто ситуация на Южном Кавказе становилась предметом консультации между, например, Реджепом Ардаганом и Владимиром Путиным за последний год и в ходе их, так сказать, телефонного общения и в ходе переговоров в иных форматах. То есть мы видим здесь именно повышение внимания вот этих вовлеченных региональных игроков. Ну и, конечно же, тема, которая до этого могла рассматриваться только в большей степени в теоретическом плане, это вопрос о разблокировании коммуникаций в регионе. Конечно же, каких-то подвижек в этом направлении. Мы пока видим, что должна быть благодовительная работа, чтобы они стали некой реальностью, но уже сам факт, что переговоры ведутся, что они велись, в том числе в трехстороннем формате, на уровне вице-премьеров России, Азербайджана и Армении, даже в ситуации, когда обстановка, в том числе в пограничных зонах, была достаточно напряженной, оно о многом говорит, что есть политическая воля со стороны, в том числе России, как посредника, чтобы здесь какие-то подвижки происходили, и шансы на то, что они произойдут, все-таки есть. Хотя всегда переговоры подобного толка после длительного конфликта, это вопрос очень серьезных усилий и со стороны самих вовлеченных сторон, а со стороны государств, которые здесь берут на себя посреднические функции. И мы видим, что по той же теме разблокирования коммуникаций, Азербайджан с самого начала, как только было подписано, известное трехстороннее заявление о прекращении огня год назад, предпринимал фактически уже реальные шаги к тому, чтобы инфраструктура для реализации такого плана готовилась, транспортная в том числе. Поэтому мы видим и политическую, и экономическую заинтересованность целого ряда игроков, в том, чтобы такие переговоры были результативными, и все-таки пришли к практическим шагам в какой-то обозримой перспективе. — Нигер Ханум, если говорить про то, какая работа велась в период до начала Второй Карабахской войны, Отечественной войны, ведь это была действительно серьезная подготовка информационная, на дипломатическом поприще, в экономическом плане. Когда страна понимает, что она находится в таком положении, где война неизбежна, нужна сильная экономическая подготовка. С армией, да, у нас все было замечательно, армия была подготовлена, но тут еще важно то, что Азербайджан выиграл и в информационном пространстве, и в дипломатическом плане нас поддержали практически все страны движения неприсоединения, потому что понимали, что Азербайджан борется за правду. И вот как раз-таки в своем выступлении господин президент еще сказал, что долгие годы Азербайджан ввел необходимую подготовительную работу для деоккупации Карабаха и восточного Зангизура. Вы помните, как именно эта работа велась, и на ваш взгляд, что стало самым главным, что смогло привести Азербайджан к такой быстрой победе? Всего 44 лет. Вы знаете, если посмотреть так далеко и глобально, скажем, вообще после Первой Карабахской войны, естественно, нам нужно было пересмотреть свой подход и создать армию нового типа. Естественно, Первая Карабахская война, у нас были и герои, у нас была армия, но нам надо было пересмотреть, и я думаю, что эта работа велась очень четко, потому что закупать вооружение этого недостаточно. Понимаете, надо делать такую систему, надо наладить такую координацию между разными группами войск, надо действительно сделать так, чтобы все это вооружение работало в том направлении, в котором нужно. И действительно, благодаря господину президенту, благодаря его мудрости, благодаря тому, как он строил это все, то есть на данном этапе у нас одна из самых сильных, скажем, армий в регионе. С другой стороны, экономика страны. Естественно, мы годами работали, и у нас усиливалась страна, потому что эта победа не далась нам легко, но эта победа показала, что мы закрепились со всех сторон. Дипломатическая сфера. Естественно, до сегодняшнего дня была очень большая работа проведена на каких-то платформах, международных организациях. У нас были, например, какие-то документы, которые были подписаны. Об этом, кстати, говорил господин президент сегодня тоже в своем выступлении. То есть информационная война с другой стороны. То есть мы подготовились со всех сторон. И действительно, на этот раз, во Второй Карабахской войне, мы увидели, что мы именно в информационной войне тоже смогли победить армянскую сторону, что было очень важно, потому что обычно, как было, обычно армянское лобби, токсичное, которое работает очень сильно днем и ночью, посылает письма всем депутатам, обращается во все организации. И, к сожалению, все эти страны и все эти, скажем, эксперты, депутаты или там какие-то структуры медиа, они верили армянскому лобби, скажем так. Это было удобно, с одной стороны, естественно, потому что, возможно, есть какой-то христианский фактор, который даже крестоносный, я бы сказала бы. Но сейчас это уже не сработало. На этот раз это не сработало, потому что все эти страны знают, что Армения страна-агрессор. Даже те страны, которые, возможно, не на нашей стороне были в этой войне, но все равно правда, она есть правда, есть факт, есть международное право, и все это было очень очевидно и открыто. Более того, мы были очень последовательно, мы последовательно строили отношения со всеми странами, господин президент последовательно выстраивал отношения с Европой, с нашими соседями, и даже сейчас мы всегда были предсказуемы, в хорошем смысле этого слова. Мы надежный партнер для всех наших соседей. Единственная страна, которая этого не понимает, это была Армения. Со всеми другими странами у нас были нормальные отношения. Во время войны мы увидели, что господин президент давал интервью бесконечно, это было больше 30 интервью, каждое из них, это было настолько продумано, настолько подготовлено, и каждый раз мы говорили одно и то же. То есть, вы понимаете, если сравнить, например, политику армянской стороны, когда они меняли абсолютно слова, свои заявления, направления, то есть это выглядело, конечно, очень... Как им удобно, так они прибыли на себе информацию. Да, как им удобно, на каждую аудиторию говорили на своем. Конечно, эта работа была проделана годами, поэтому сейчас перед нами стоят новые задачи. Теперь перед нами стоит задача восстановить эти территории и вернуть наших беженцев туда. Это большой, огромный труд, это работа, которую мы сможем сделать, потому что сейчас, опять же, у нас одна из самых сильных армий в регионе. У нас... Мы независимое государство. У нас лидер, который ведет нас по этому пути. И, опять же, у нас отношения со всеми нашими соседями, со всеми странами. И мы всегда работали и всегда будем работать в рамках международного права. Даже во время военных действий мы всегда работали в рамках международного права. Действительно интересно. Вот вы сказали, даже те страны, которые каким-то образом поддерживали Армению в период 44-х дневной Отечественной войны, но даже те, кто порой выступал, это были более какие-то отдельные политические деятели, депутаты, сенаторы. Да, такие люди, личности были. Но на официальном уровне ни один глава государства, ни одной страны мира просто не мог сказать Азербайджану, что он не прав по той простой причине, что он должен был бы сказать, что не считается с резолюциями Совета Безопасности ООН. Вы знаете, я вот сейчас вы говорите, я вспомнила, президент Макрон встречался со студентами. Вы помните? Армянской диаспорой. Да, с армянской диаспорой. И там он очень четко говорил, когда ему задавали вопрос, он говорил, есть международное право. По международному праву это территория Азербайджана. То есть все. Он тогда еще интересно сказал, он сказал, что разные люди в правительстве Франции, они могут говорить о том, что они думают, как они воспринимают ситуацию. Но дипломатия, дипломатическая линия у французского государства может быть только одна. И она должна быть в соответствии с международными институтами, правом. Как-никак Франция постоянный член Совета Безопасности ООН. Именно подпись Франции также стоит под теми четырьмя резолюциями от 1993 года. Просто не было возможности отойти от этого. Иначе неизвестно, как бы все сложилось. Но как-никак хотя бы в этом можно сказать им спасибо. Господин Кривошеев, год спустя, когда мы говорим о ситуации в регионе, несмотря на то, что это Азербайджан имеет полное право говорить в отношении Армении и предъявлять обвинение в том, что именно Армения разрушила все те территории, памятники культуры, как православные, так и мусульманские мечети, православные храмы на теперь уже освобожденных территориях Азербайджана, что именно из-за Армении столько вынужденных переселенцев и беженцев в Азербайджане возникло из-за этого конфликта. Но Азербайджан говорит о мире. Азербайджан предлагает, президент Азербайджана говорит, что мы должны подписать мирный договор. Азербайджан готов. Мы должны думать об открытии экономических коммуникаций. Выделяются колоссальные суммы из бюджета для того, чтобы территории в кратчайшие сроки были восстановлены. Мы приветствуем тех иностранных инвесторов, в том числе из Белоруссии, из России, из ряда европейских стран, которые готовы с азербайджанским государством вместе возрождать Карабах. Так вот, на ваш взгляд, чем обоснована такая политика все-таки соседней Армении? И вот вы, как независимый наблюдатель со стороны, как человек, который имеет колоссальный опыт, и политические обозреватели, в том числе председатели именно Белорусского союза журналистов, как бы вы охарактеризовали год спустя, насколько ситуация изменилась в международном пространстве восприятия этой новой геополитической реальности, как в сфере СМИ, так и в сфере политической? Ну, прежде всего, в моей родной и вашей родной сфере журналистики. Я хочу сказать, что действительно накал страстей в медийном поле спустя год серьезно спал. И это может свидетельствовать о том, что Азербайджану удалось в медийном информационном пространстве доказать свою правоту, опираясь и на международное право, которое вы вспоминали, и на, скажем так, социальный аспект. Вот беженцы, возвращающиеся домой, или люди, насильственно изгнанные, точнее, со своих территорий, которые возвращаются домой и обустраивают пространство своей жизни, мало того, восстанавливая земли и территории, которые на протяжении трех десятилетий были в запустении. Это один момент. Второй момент. Ведь вы тоже отчасти уже это упомянули. В каждом государстве не только постсоветского пространства, но и нашей большой Евразии присутствуют достаточно внушительные, очень яркие диаспоры и Азербайджана, и Армении. Так вот, самым неприятным образом неразрешенный конфликт становился точкой конфликта между диаспорами во всех этих государствах. Вспомните стычки в Российской Федерации на основе этого нерешенного конфликта. В Беларуси, слава богу, этого не было. Здесь нам удавалось сдерживать такие настроения и в азербайджанской, и в армянской диаспоре. Ну вот, во Франции. Я лично был свидетелем стычек в Германии, где внушительная турецкая община выясняла отношения с не менее внушительной, яркой армянской общиной. То есть нерешенный конфликт становился точкой конфликта в огромном количестве стран. Именно поэтому мне кажется, сейчас медийно так спокойно воспринимается восстановление азербайджанской государственности в Карабахе, поскольку успокоилась ситуация и во всех этих странах, где раньше происходили столкновения между диаспорами. Еще один момент, о котором тоже мало говорят, ведь Азербайджан вот этой победой показал превосходство классического государства, хорошо выстроенного, с четкой вертикалью власти, с партийностью внятной и понятной, над государственностью слабой, которая последние годы, к сожалению, демонстрирует Армения. Я работал в Армении журналистом и наблюдателем, когда происходили такие элитные перевороты, когда через уличное противостояние к власти многочасовыми, там, многонедельными даже событиями проталкивался во власть Никол Ваваевич Пашинян, премьер-министр, через вот это парламентское голосование. Но, с одной стороны, такая уличная демократия, она может быть яркая с точки зрения медийной, она такая карнавальная, но она в любом случае ведет к ослаблению государства, к ослаблению его традиционных институтов. А Азербайджан показал, что традиционно сильные, пользующиеся безусловным авторитетом инструменты государства, инструменты гражданского общества, вот эта внутренняя спайка национального консенсуса, они побеждают в конкуренции политических машин и механизмов. Я знаю, что сейчас, к сожалению, в Армении есть часть реваншистских сил и настроений. Я несколько раз был свидетелем таких даже факельных шествий, тех, кого в Армении принято считать националистами, но последние выборы парламентские в Армении показали, что они не пользуются доверием абсолютного большинства даже армянского общества. Армянское общество устало от перманентного конфликта. Армянское общество, его самая прогрессивная часть хочет примирения с Азербайджаном, хочет выстраивания нормальных гуманитарных, социальных, экономических связей, и в этом видят будущее Армении. Именно такие силы во многом победили на прошедших парламентских выборах в Армении. А вот та часть, которая выступает за реванш, за новый, в том числе вооруженный конфликт, они проиграли. Это значит, что, по крайней мере, на ближайшие 5-10 лет у региона крупного Южного Кавказа есть шанс выстроить нормальную, внятную, прогнозируемую политику. И здесь, на Азербайджане в первую очередь, как на стороне победителей, лежит огромная ответственность, ну и огромный шанс дается для того, чтобы воплотить эти самые смелые, амбициозные идеи, в том числе тех транснациональных коридоров, которые бы связали Российскую Федерацию с Ираном и Турцией, Азербайджан, плюс огромный транснациональный коридор, который сейчас выстраивает Российская Федерация, Китай, Пакистан, Азербайджан, Казахстан, Беларусь. Я имею в виду один пояс, один путь, в который вовлечены просто грандиозные транснациональные силы, которые могли бы помочь в том числе и Азербайджану восстановить Карабахскую землю. Господин Ешмаков, если говорить о будущем и о том, что происходит на сегодняшний день, действительно, практически в каждом заявлении, будь то азербайджанский лидер, турецкий лидер, или даже российский лидер, говорят о важности развития коммуникации. Это платформа 3 плюс 3, 2 плюс 2, 5 плюс 1, ее называют по-разному. Но в целом важность открытия Зангизурского коридора и начала функционирования экономики. Как бы Азербайджан протягивает руку помощи, в том числе и соседней Армении. Но много упирается в процесс вероятности подписания мирного договора и начало процесса делимитации, демаркации границ. Сейчас вот практически все СМИ говорят о том, что готовится встреча глав государства, если говорить, это Азербайджан, Россия, премьер-министр Армении Никола Пашиняна. Как она состоится в видеоформате или в очном формате? Больше склоняется к видеоформату. Как бы спустя год подписания заявления от 9-10 ноября. Какие у вас ожидания от возможной предстоящей онлайн, скажем, встречи, насколько нам известно? И, на ваш взгляд, когда все-таки стоит ожидать правильного, объективного подхода со стороны соседней Армении к необходимости подписания мирного договора с Азербайджаном? Действительно, трехсторонняя встреча, скорее всего, в ближайшей перспективе состоится. Хотя, как известно, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Бесков говорил о том, что пока сроки ее проведения не определены. Но, повторюсь, что это весьма вероятно, потому что присутствует здесь и политическая воля России как посредника. Владимир Путин упоминал о возможностях Москвы здесь по организации переговоров по поводу, в том числе, и делимитации демократской границы, и по разблокированию транспортных коммуникаций. Плюс ко всему, для России здесь важно подчеркнуть свою роль, как очень важного игрока, который в свое время оказал влияние на подписание известного трехстороннего заявления годичной давности. Поэтому, да, весьма вероятно проведение такой встречи, если не случится каких-то совсем экстраординарных событий, которые бы ей воспрепятствовали. Что касается подписания мирного договора, это, конечно, очень сложный момент, поскольку, если мы говорим о прагматичных экономических каких-то договоренностях, то здесь, да, политика может, ну, скажем так, немножечко подвинуться, чтобы двигать вот эти, скажем так, прагматические цели всех вовлеченных сторон. С мирным договором все несколько сложнее. Это, наверное, более сложный, более длительный переговорный процесс. Поэтому, скорее всего, все-таки трехсторонняя встреча будет в большей степени посвящена вопросам разблокирования коммуникаций. Значит, может быть, какие-то будут намечены шади по вопросам делимитации границы, но, скорее всего, прорыва по вопросам именно, да, вот этим пограничным пока не произойдет. Это все-таки более длительная работа, так сказать, на то, чтобы был какой-то результат. Что касается, собственно говоря, позиции Еревана, мы, с одной стороны, видим то, что любые шаги, которые даже потенциально ведут к каким-то новым переговорам между Ереваном и Баку, традиционно подвергаются критике со стороны оппозиции внутри Армении, да, о том, что это действие по их оценке в интересах Азербайджана и Турции, в том, что готовятся некие, да, серьезные уступки, которые противоречат национальным интересам Армении. Поэтому понятно, что правительство Армении оглядывается на вот такие настроения тоже. С другой стороны, понятно, что сейчас какие-то переговоры, так сказать, более результативные, эффективные, провести с точки зрения внутриполитической ситуации в Армении, может быть, несколько проще, чем через несколько месяцев, когда будет, с одной стороны, накапливаться некий негативный эффект, да, по поводу социально-экономической ситуации в стране, да, все-таки мировой экономической кризис и пандемия здесь никого не обошли стороной, а Армения, учитывая ее финансовые и экономические проблемы, которые наблюдались и до пандемии, и до вооруженного конфликта, тем более. И поэтому объективно выгоднее все-таки нынешнему правительству Армении, чтобы какие-то подвижки по этим переговорам произошли в ближайшие месяцы, а не позже, когда, так сказать, события внутри страны могут разворачиваться по более проблемным сценариям. Это не значит, да, что там будет непременно какая-то вот такая большая протестная кампания, но вероятность роста протестной активности может быть, да, поэтому и вот такие важные межнеполитические акции лучше, конечно, проводить на нынешнем фоне, чем, так сказать, в ситуации, которая может предполагать и менее благоприятный сценарий в будущем. Совершенно верно, вы абсолютно правы. Во всяком случае, мы знаем, что те, кто голосовал за премьер-министра Николая Пашиняна на недавних выборах, видимо, они поддерживали его решение, его позицию, и сейчас своими действиями он должен подкрепить все то, что говорил на протяжении последнего года, о том, что интеграция необходима, и именно развитие экономической интеграции, вывод Армении из блокады, в которой она сама себя загнала на протяжении трех десятилетий последних, закрытые границы с Турцией, с Азербайджаном, именно экономическая прогрессия, прогрессирование может как раз-таки и закрепить победу на выборах Николы Пашиняна. Нигарханом, если говорить о нынешней ситуации, мы знаем, что дипломатия Азербайджана и политические успехи, они не закончились год назад, последний год был перспективным для Азербайджана и на международной арене, совсем недавно в Азербайджане прошел восьмой глобальный бакинский форум, и все участники еще раз подтвердили, что они поздравляют Азербайджан с восстановлением территориальной целостности, и в целом активное участие главы государства в ряде международных форумов, саммитов, заседаний, которые проходят на полях Организации Объединенных Наций, показывают, что Азербайджан все глубже и глубже интегрируется в международную экономику. Вы как депутат парламента, что вы можете сказать об успехах азербайджанской дипломатии, постконфликтный период, и чего еще нам стоит ожидать в будущем? Да, конечно, вы знаете, мы, да, победа, но на этом все не закончилось, мы должны, естественно, работать дальше, что мы сейчас и делаем, и вы очень правильно отметили, что все вот эти мероприятия, которые Азербайджан проводит у себя и где мы участвуем, это все наглядно показывает, как Азербайджан интегрировался в международное общество, и что мы являемся ответственным членом действительно международного общества. Как я уже отметила, всегда основным принципом для нас было принципы международного права, мы никогда не выходили за рамки этого, мы всегда вели свою последовательную политику во всех связях, и даже когда была пандемия, то есть Азербайджан выполнил все вот эти обязательства, которые взял на себя, там, торговые и другие, экономические. Поэтому сейчас это, естественно, продолжается, и действительно очень радует то, как мы выполняем свои обязательства. Например, Азербайджан сейчас является председателем Non-Alignment Movement, движения неприсоединения. До 2023 года. Да, до 2023 года. Но обратите внимание, то есть мы видим абсолютно другую организацию, то есть как будто второе дыхание, то есть настолько активно Азербайджан действительно участвует и ведет сейчас свою эту работу. И во время войны, кстати, это нам очень помогло, потому что именно эти страны действительно поддержали Азербайджан, сторону Азербайджана, резолюции были подписаны. Это вот показатель того, как ведется дипломатия. Работы, естественно, у нас еще много, мы должны работать, мы должны быть активными на всех площадках международных, потому что армянская диаспора спать не будет, и, скажем, они будут пытаться, естественно, какие-то реваншистские мысли, идеи выдвигать, поэтому мы должны быть активными на всех площадках. С другой стороны, нам нужна, я думаю, что общественная дипломатия, это public diplomacy, да, то есть как бы когда наши эксперты, наша диаспора действительно, скажем, консолизирует все свои каналы и будут активно работать, продвигать нашу позицию за рубежом. С другой стороны, медийные каналы какие-то должны быть, то есть эту работу не должны вести только наш МИД, то есть это должна, естественно, должна быть парламентская дипломатия, мы работаем, гражданское общество. То есть нам еще есть, у нас еще есть что сказать, мы должны это делать на всех площадках мировых. И, естественно, еще один положительный фактор, это то, что сейчас все, кто приезжает в страну, они едут и видят своими глазами освобожденные территории, они видят, в каком состоянии мы получили эти территории. Я сама была в Агдаме с Полом Гаваном, докладчиком парламентской ассамблеи Совета Европы, и это просто невероятное зрелище. То есть то, как они разрушили наши территории, хорошо, что видят и международная пресса, и все гости, которые приезжали, в том числе и на глобальный форум, который был недавно. То есть эту работу надо вести, и мы должны быть очень активны сейчас. А вот если говорить про армянское лобби, ведь практически именно они сейчас пытаются дестабилизировать процесс, и были даже эксперты, скажем, в Соединенных Штатах, которые говорили, цитируя все эти действия, говорили очень легко говорить о войне, когда ты находишься за сотни тысяч километров вдали, когда ты никогда не принимал участие, когда ты живешь где-то в Калифорнии, и, соответственно, пытаешься как-то воздействовать извне. Как вы считаете, кто должен повлиять на эту диаспору? Стоит ли, во-первых, обращать внимание на эти заявления, потому что они дестабилизируют ситуацию в тех странах, где они находятся, к сожалению. И если да, то кто должен проводить эту работу? Наша диаспора, общественные деятельности. Вы знаете, вот как я уже сказала, это паблик дипломатия, это общественная дипломатия, это наш МИД, это наш парламент, это наши эксперты и диаспора за рубежом. То есть мы должны вести сейчас очень активную работу, мы не должны расслабляться. Мы не должны расслабляться, потому что мы освободили наши территории от оккупации. Мы должны еще восстановить эти территории, вернуть туда наших беженцев. То есть мы должны действительно так же активно работать на всех международных платформах. И, к сожалению, как вы правильно отметили, именно армянская сторона должна быть заинтересована в том, чтобы у них были нормальные отношения с Турцией и с Азербайджаном, коммуникации были восстановлены, потому что именно армянская сторона от этого страдает. Но если вы спросите меня, я отношусь очень скептически к их каким-то заявлениям. Я думаю, что у них не созрел тот момент, когда они могут действительно взять и решить, принять решение и идти и строить эти отношения. К сожалению, вот эти голоса некоторых политиков или общественных деятелей, которые говорят, кричат о том, что надо строить отношения с Азербайджаном, они остаются едиными голосами. То есть это, получается, попытка где-то сорвать куш, получить какие-то финансовые деньги? Да, к сожалению, у них еще, я опять же высказываю свое мнение, я не вижу того, что у них есть действительно решение, за которым они пойдут. Потому что их Пашиньян, он популист, и он живет сегодняшним днем. Вы знаете, вот он по всему его поведению и по тому, как он ведет страну, видно, что он не думает о долгосрочной перспективе, он не думает о завтрашнем дне, он думает, как выжить сегодня. И то, как он врал своему народу во время войны, хочется это отметить, когда мы уже освободили Гадрут, Физули. Но даже он сейчас говорит, что необходимо думать о разблокировании транспортных коммуникаций как с Азербайджаном, так и с Турцией. Даже он говорит, если, конечно, вокруг этой идеи они смогут собраться, время покажет. Будем надеяться. Уважаемые эксперты, к сожалению, эфирное время подходит к концу. Я выражаю вам свою благодарность, что сегодня вы присоединились к нашему эфиру в столь важный день, День Победы для Азербайджана. Еще раз поздравляю вас, Ниги Архановы, наших телезрителей. Спасибо вам огромное. Спасибо. Хочу напомнить нашим телезрителям в эфире телеканала CBC был специальный выпуск. Вела его я, Анастасия Лаврина. Говорили мы о 8 ноября, День Победы в Азербайджанской Республике. Оставайтесь с нами и до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова